Проусы и слонов. Областная столица готовится к 150-летию одного из самых ярких самарцев рубежа 19-20 веков Константина Павловича Головкина. Купца, художника, владельца дачи со слонами и первого в Самаре автомобиля. В честь этого события руководство Самары, депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученые, архитекторы и общественники предложили организовать в городе порядка 50 мероприятий. Сам Константин Павлович Головкин был человеком неординарным, очень творческим, передовым. И, конечно, хочется его память отметить именно такими нестандартными, необычными акциями, конкурсами, фестивалями, флешмобами и так дальше. Но вот что мы понимаем, что будет совершенно точно в этом году? Мы понимаем, что в этом году из интересного мы проведем и парусную регату, мы проведем и парад электромобилей. И вот сейчас возникла идея с парадом электросамокатов. Также в городе организуют тематическое оформление и благоустройство общественных пространств. Безымянные улицы и скверы станут Головкинскими. Ночь музеев будет включать в себя велопробег, посвященный купцу. Также в юбилейный год запустят десятки элементов брендирования. От масок с усами до стикер-паков со слонами. А кульминацией праздника станет установка скульптуры легендарному самарцу. Конечно, это должен быть выявленный исторический контекст, как отсыл к тому времени, где он жил, где творил и какую память нам оставил вместе со старой частью города. Поэтому это, прежде всего, улица Ленинградская. В ближайшее время Союз архитекторов объявит открытый конкурс по выбору эскиза памятника Константину Головкину. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.